Всем привет! Привет, август 2022 года и вы слушаете 115 выпуск подкаста LinkMeUpTelecom. Будем мы говорить сегодня про нагрузочное тестирование фаерволов и про то, что такое NG Firewall и очень много-много разных вещей и про то, как обмануть, точнее выдать правильные цифры при нагрузочном тестировании. Говорить мы будем об этом с Пашей Крастелевым, руководителем отдела продвижения продуктов в коде безопасности. Привет, Паш! Привет, Марат! Наш старый-старый добрый друг. В смысле, не старый, а добрый старый друг. В смысле, друг старый, а не человек старый. Марат, ты готовил эту шутку? Скажи честно. И второй гость это Дмитрий Лебедев, инженер отдела интеграции в TES Solutions. Привет, Дмитрий! Всем привет! Так, ну, вам слово рассказать о том, кто вы и почему вы будете рассказывать. Об этом мы предоставим чуть попозже, да? А сейчас, как обычно, некоторые новости нашего проекта. И пусть это будут сначала наши любимые патроны. Да, Саш? Ну, давай, давай, да, скажем. Большое спасибо всем, кто нас поддерживает на Патреоне, на Бусти, на спонсоре. Я тут видел какое-то такое слово, знаешь, говорят, что типа те, кто поддерживает на Бусти, они бустеры. А потом кто-то придумал что-то вот со спонсорами, со sponsors.ru, но там я забыл это слово, поэтому ничего не могу сказать. Но мы не устаем благодарить всех тех, кто это делает, потому что благодаря вам мы периодически берем, собираемся, делаем всякие митапы, куда вот, например, Паша приходил последний раз и сделал прекрасный, интересный доклад на схожую тему. Возможно, даже из этой темы как бы вышел данный сегодняшний выпуск. Но я хочу, знаешь, кстати, по поводу митапа, я считаю, нам настала пора серьезно поговорить. Возможно, даже Паша что-то скажет, как человек, который бывший там. Открываем рубрику «Нам пишут» и читаем. Вот прямо вот читаю, как написали. Значит, возмущенный Денис нам пишет. Я, конечно, все понимаю, но тело в юбке с длинными волосами и мужицким голосом я не понимаю. Может, мне просто не дано это понять, но это хорошо. На что ему отвечает Иван. Для Москвы это, видимо, норма, но нам, работягам в провинции, этого не понять. Тот же Иван, видимо, сходив в гугль, дальше пишет. Дядя в юбке. Но это же Россия, ты перепутал. Тут в кильте не ходят. Видишь, он уже поднял свой уровень образования, получается. Ну и дальше в комментариях начинаются разборки, что в России каждый ходит в чем хочет. Ну вот, на что мне очень нравится, чем-то все завершается фразой «Пройдись не в Москве или в Питере в таком наряде». Тут такое не примет. Марат, мы когда перестанем терпеть мужиков в юбке на главной сцене? Я так понимаю, мы ждем, когда ты приедешь в кильте в Новосибирск, да, чтобы пройтись по нему по городу. Не надо так делать. Я не знаю, я не видел этих мужиков в юбках. В кильтах видел. Особенно в декабре. Или в дворе. В декабре это просто сопровождается звоном бубенчиков. Тут, знаете, в некоторых городах и в сентябре не тепло будет. Ну, пожалуй, да, пожалуй, в Норильск. В Норильск я бы посмотрел. Ну, там, знаешь, наверное, в Норильске просто придется еще такие колготки с начесом нацепить, чтобы окончательно всех местных гопников пленить. А это была такая тонкая подводка к тому, что у нас когда-то будет в скором будущем очередной митап? Нет, это была тонкая подводка к тому, как я и сказал, ну, пора уже поговорить, что за чудо в юбке на главной сцене. Ну, это вот так вот пишут. Зайди на наш YouTube, открой, значит, видос, который называется «Закрытие Линк Митап 3», и там вот это бурное обсуждение идет. Ну, в общем, могу сказать только хорошо, что оно идет. Пусть даже предметом этого обсуждения стал ты. Ну, в конце концов, как минимум один человек узнал, что мужик в юбке, это называется «килт». Уже хорошо. Мы продолжаем просвещать людей. Так, ладно, у нас есть пара новостей технических. Во-первых, мы в очередной раз переехали на новый хостинг. Во-вторых, мы переехали на S3 с обычного файла-хранилища. Хочешь, Лёх, что-нибудь рассказать про это? Кому переехали? Зачем переехали на S3? Ну, ты прям внезапный, как я не знаю кто. Я это хотел написать, подобные традиции, на сайте. Обязательно напишем. Еще напишем, да. Во-первых, большое спасибо Игорю Мызгину и компании Servers.ru, куда мы, собственно, и переехали. Там у нас красивый новый модный дедик в железном облоке. Кстати, практически с серверс, когда они были еще одной компанией. Мы разговаривали про их облако несколько лет назад. У нас был выпуск. Можно будет потом ссылочку приложить. Сделали, да, сделали все по фэн-шую. Там с виртуалочками, с контейнерами. Отказоустойчиво. А почему S3? Ну, потому что исторически все файлы лежали на NFS-ной шаре, которая там монтировалась к виртуалке с сайтом. Там и все это было прям жутко неудобно обслуживать и так далее. Там, чтобы некоторые не говорили. Но, да, оно работало. Ну, а тут появился повод. И заодно решили все переделать так, чтобы это скейлилось. Чтобы это можно было там тоже просто забэкапить, чтобы можно было просто перенести куда-нибудь. Вот как-то, в принципе, наверное, и так. Ну, и плюс работать с тем же S3 удобнее там с помощью всяких опишек, интеграции и все прочее, чем с другими решениями. Ну, если мы будем... Другие решения — это SSH. Наш скрипт, который делает релизы подкастов и анонсов, он ходил раньше по PSH, а закладывал туда файлы. Причем с переменным успехом. Теперь PS3 бегает. Да, теперь у нас все практически как у модных пацанов. Подожди, а почему практически? Что нас отделяет от модных пацанов? Ну, CDN у нас нет. CDN еще нужен, да. Пора захватывать мил. И вот это, знаешь, как бы схемка, как работает наш сайт, она чуть попроще, чем на презентациях AWS про WordPress. Еще не достигла того уровня. Ну, слегка, да, там вот. Но практически уже близко к тому, я считаю. Так, ладно, минутка технических новостей закончилась. Если нам нечего больше рассказать, нечего же, да, сошлешь. Тогда мы переходим к основной теме. И здесь сначала некоторое время посудим тому, чтобы понять, а кто эти люди. Ну, Паш, это все понятно. Но ты все равно сейчас расскажи, что изменилось в твоей жизни за последние несколько месяцев, год, наверное, как-то у нас был. Чуть больше. Не, я у вас был в январе. В январе, точно. Вот, но там случился февраль. После февраля у меня была прекрасная картинка, я потом еще в чатик закину, из комикса про Тинтина. Это такой бельгийский классный комикс есть. И там есть такой персонаж, капитан. И он там постоянно подбухивает. И вот там, знаешь, картинка, когда капитан такой сидит, вообще непонятно что, у него прям видно, что ему плохо. Думает, блин, что же это за месяц-то такой? Тинтина ему говорит, капитан, но прошла только неделя. Вот я вот 5 марта был примерно вот такой же. Вот, потому что резкий всплеск всего, что только можно. Я сейчас не говорю про собственное моральное состояние. Вот вокруг начал твориться чертов дурдом. Причем видно было, что прямо на сайте, на сайт пришло в 4 раз больше народа, чем обычно должно быть в это время года. Массово пошли запросы. В конце марта весь склад, который был затарен просто под крышей, был пустой. Вот, заказчики сметают все, что происходит, все, что есть на складе, и все, что там скоро приезжает, потому что творится черти что, доллар по 120, все дела. Потом в апреле все плюс-минус успокоилось, и мы просто начали работать в 4 раза больше, чем обычно работаем в апреле. То есть основная твоя проблема была в том, что просто чемоданы для денег не успевал подносить? Проблема не в том, что чемоданы для денег. И чемоданы, ну, еще пока деньги только будут. А сейчас основной вопрос. Парни, нам нужно срочно решение на терабит, и послезавтра надо это показать руководству, чтобы отчитаться, что у нас все импортозамещено. И вот подобных запросов очень много. Или у нас, вот, нам нужно заместить 20 тысяч цисок. Пожалуйста, что-нибудь предложите нам. Ну, короче говоря... Привезите через недельку. Да-да-да-да-да. Было бы неплохо, чтобы вот у нас вот в находке есть пара офисов, нам вот туда нужно очень много всего вперед. Ну, короче говоря, жизнь российского вендора заиграла новыми красками. Это, конечно, очень весело, но вот уже к июню ты выматываешься полностью, а сейчас начинается вторая серия. Вторая серия с чем связана? Так как заказчики, они же очень разные, и у них разная скорость принятия решений, то, ну, то есть прям видно, что первый этап, связанный с массовой покупкой всего, пришелся на март-апрель, когда просто были панические запросы, панические покупки. То есть сейчас вот первые полгода прошли, народ массово оттестировался, посмотрел, что вот надо купить прямо сейчас, выбрал и начинает эту историю, собственно, внедрять. То, что мы успели привезти, оно начинает внедряться, и некоторые заказчики особо умные берут сразу по несколько вендоров, но по чуть-чуть, смотрят, как они работают, как они не на презентациях языком работают, а как, собственно, железки работают на деле. Исходя из этого будут делаться выводы, и следующая волна запросов, следующая волна проектов, она будет уже в следующем году по итогам. — Это как с переездами, сначала были панические, а теперь компании нормально и спокойно перевозят. — Ну и это тоже. Собственно, если кто не знает, код безопасности, это компания, которая занималась импортозамещением сильно, до того, как это стало модно. И одно из наших ключевых направлений, сетевая безопасность, это пресловутые зеленые железки, название которых... Марат, мы будем сегодня название зеленых железок произносить? — Слушай, ты каждый раз не стесняешь себя этой возможности, поэтому почему этот выпуск должен быть исключением? — Ну окей, короче, мы занимаемся континентами и занимаемся, наверное, неплохо. Если что, есть замечательный чатик АПКШ, собака АПКШ в Телеграме, где есть 2500 людей, которые знают и умеют в нашей железке в том числе присоединяйтесь. — Так, ну и, Дмитрий, передаем слово тебе. Ты у нас в гостях в первый раз. Расскажи, чем занимаешься. — Да, коллеги, всем еще раз привет. Меня зовут Дмитрий Леведев, и я являюсь инженером компании TestSolution. Думаю, если кто-то и слышал про TestSolution, то по большей части, опять же, это связано с Next Generation Firewall, но у нас также есть и много и всего другого. То есть мы, на самом деле, те, кто помогает вам внедрять различные системы защиты. Также, пользуясь возможностью, хотел бы прорекламировать, так сказать, наш образовательный портал TestSolution University, на котором, опять же, есть множество обучающих материалов, в том числе по НГФВ, в том числе по коду безопасности, по континентам, по изергейтам, по чекпоинтам и по многим другим Next Generation Firewall. — То есть вы интеграторы? — Да, системные интеграторы. — Спасибо. Так, ну тогда мы можем потихонечку переходить к теме, поскольку теперь понятно, кто эти люди, которые собираются нам про нее рассказать. Ну и начнем мы, наверное, тогда с базы, с подводки про то, в том, про сами, про Firewall, про их развитие, НГФВ и все, что с ними связано. Начнешь, Паш? — Да, значит, для тех, кто слышит, слушает наш подкаст в отрыве от предыдущих, по-моему, начиная с 94-го подкаста, 94-й, 95-й и, по-моему, 97-й, были про Firewall, про Firewall, про Firewall и про Firewall и про Firewall. — А про Brandmauser или как? — А, и про Brandmauser тоже. И там очень хорошо все описывалось с точки зрения сетевой. Там Борис очень так округло сказал, что у нас есть НГФВ, но что такое НГФВ и почему они, собственно, НГ, и что будет дальше, там не очень было понятно. И история в том, что у нас есть, собственно, Firewall, то есть есть пакетный фильтр, который просто пропускает или не пропускает трафик. У нас есть Stateful Firewall, который смотрит, есть ли сессия, и если сессия поднята, то трафик пропускает, не нужно делать два правила, можно справиться одним. И есть Next Generation Firewall, который отличается только тем, что может смотреть на, что происходит с трафиком на прикладном уровне, смотреть, кто используется, то есть кто с этим трафиком работает, не только IP-адрес, но и пользователь, и умеет применять какие-то способы фильтрации трафика. То есть и загружать, пользоваться какими-то внешними сервисами для того, чтобы получить дополнительную информацию. Это вот если прямо возьмем термин Гартнера, который был там в 2009 году сформулирован. То есть это тупо Firewall плюс IPS на той же коробке, плюс контроль приложений, плюс возможность куда-то дополнительно обратиться, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. Сейчас, по факту, это кроме IPS и кроме Application Control, это обязательная URL-фильтрация, это обязательное вскрытие SSL или TLS трафика, если правильно говорить, и это работа с какими-то внешними сервисами, типа песочницы и DLP-систем. Их особенностью, про которую в прошлый раз, ну, на прошлых подкастах сказали мало, является, в первую очередь, централизованное управление. То есть если технически смотреть, то Firewall очень близок к роутеру, но они очень сильно отличаются в контексте именно централизованного управления. То есть обычно для Firewall характерна большая консолидация на одной странице всей политики безопасности. То есть там и какой трафик куда должен идти, и как он должен проверяться, и какие пользователи у вас есть, каким пользователем куда можно, куда нельзя, и так далее. И вместе с этим идет и мониторинг, который всегда обязательно централизованный, собирает все, что можно, выгружает в какой-нибудь CM все, что можно, и так далее. И здесь есть вещь, которая лично у меня вызывает просто подгорание. Это холивары на тему, что такое NGFV, что такое UTM, потому что разные вендоры вот эту функциональность в течение последних 15 лет называли по-разному. То есть кто-то говорил, что они UTM, Unified Threat Management, то есть коробка, которая может сделать несколько механизмов безопасности в рамках одной железки. А NGFV – это тоже коробка, которая это может делать. И по факту это как машина и автомобиль. То есть два разных слова с разными корнями, но об одном и том же. И с силами некоторых вендоров, в частности, Fortinet себя пытался одно время консиционировать как UTM, хотя, в общем, они уже очень давно не являлись устройством для среднего и малого бизнеса. Palo Alto говорила, то, что только они – это Next Generation Firewall, а все остальные – это UTM. По факту, с инженерной точки зрения это всегда одно и то же. И когда приходят вендоры и говорят, что вот мы NGFV, а все остальные UTM – это все булшит. И это способ немножко отвлечь внимание от действительно важных вещей. Вот Гартнер говорит, что тема с UTM и NGFV закончилась 10 лет назад. Они 5 лет назад выпустили отдельный документ, в котором сказали, ребята, если вам вендор говорит, что NGFV, что он NGFV, он вас просто парит, потому что сейчас все фаерволы на рынке – это Next Generation фаерволов, потому что нет фаерволов, которые не умеют смотреть на прикладном уровне, хоть как-то. Вот, поэтому это вот все, что я хотел сказать именно про Next Generation историю. Если мы говорим про развитие всего этого, потому что я помню, нам задавали этот вопрос, то есть как это выглядело? У нас до 2004 года активно развивались стейтфул фаерволы. В 2004 году появились вопросы, а как можно сделать так, чтобы стейтфул фаервол был более эффективен. В 2007 году появился первый фаервол от Polite, в 2009 году Checkpoint, там, Checkpoint Garter сформулировал вот этот вот термин Next Generation фаервол, и к 2014 году у всех ключевых сетевых вендоров или фаерволенных вендоров появились решения класса Next Generation фаервол. Собственно, последняя была циска с Source Fire. И после этого вторым поколением Next Generation фаерволов, которые, в общем, длится сейчас, вот оно началось, то есть, как правило, туда добавляется помимо Application Control контроль приложений, добавляется обязательно песочница, добавляется удаленный доступ, Clientless удаленный доступ, и добавляется все, что касается высокопроизводительности, то есть, а как наш фаервол должен обеспечивать там 100 плюс гигабит секунда пропускной способности. Разные вендоры к этому подошли по-разному, то есть, кто-то просто взял очень большие асики, очень мощные, кто-то решил сделать очень мощный балансировщик к нему, добавлять устройство, но по факту ничего принципиально нового на рынке так и не появилось. И к этому добавился тот факт, что на Западе тема собственной инфраструктуры начала потихоньку затухать, и появилась тема с облачной инфраструктурой. А в облачной инфраструктуре заказчики, вместо того, чтобы туда методом параллельного переноса переносить железные фаерволы в виде виртуальных апплайенсов, начали тупо пользоваться услугами Амазона, слэш Гугла, слышишь Майкрософта, и поэтому сейчас будущее всех фаерволенных вендоров, кроме российских, в России находится под некоторым вопросом. Так, слушай, а правильно ли я понял, что вот вся эта терминология по итогу как бы все фигня и все фаерволы? Да. А все вот это бегань ЕНГ и ЕНГ как бы в пользу бедных? Ну, да, вот в общем процентов на 99 уже это так, потому что прикрутить себе движок, который может разобрать HTTP и который может вычленить Skype из трафика, но это не представляет вообще никакой проблемы. Уж сурикату поднять в Linux тоже может там, если не каждый второй, то каждый третий инженер. И, собственно, поэтому делается оно сравнительно просто. Основная фишка там как раз именно в управлении. И, собственно, это уже следующий этап. Угу. Я бы здесь еще добавил про, в целом, про UTM и про NGFV, что и к нам там частенько тоже приходят и говорят, что нам лучше выбрать там, чем NGFV отличается от UTM и тут, не знаю, хотелось бы, наверное, подытожить в этом плане, что бывают такие запросы, что вот давайте выберем там нам NGFV, а UTM нам не нужен. Ты спрашиваешь, ну, на самом деле отвечают просто, что UTM это что-то, ну, это что-то такое слабенькое, среднее, не такое развитое, как NGFV. Но, на самом деле, если так рассматривать эти решения, то UTM-ы-то они появились раньше и они по большей части включали в себя функционал там того же фаервола. Это был URL-фильтрация, антивирус, антибот, антиспам, VPN. NGFV же это, по сути, просто обычный межсетевой экран, который умеет разбирать прикладной уровень, то есть приложение. То есть, если раньше мы разрешали там 443-й порт и все у нас там ходили пользователи, ходили там на тот же Facebook, на YouTube и куда им угодно, то вот как раз таки NGFV позволяют определять приложение внутри этого трафика. То есть, там, взять там, допустим, разрешить не просто Facebook, а разрешить там чатиться в Facebook, а все остальное там запретить. Запретить там, не знаю, воспроизводить видео на YouTube и так далее. Ну, и тут даже, на самом деле, даже не просто про 443-й порт, а вообще в целом про приложение. Ну, и, конечно же, ко всему этому, если раньше там на UTM-ах, на обычных межсетевых экранах источники трафика это были IP-адреса, обычные сети, то вот в Next Generation Firewall'ов как раз таки появилась возможность фильтровать трафик по пользователю. И по большей части это на самом деле сейчас, ну, на самом деле-то нет никакого различия с точки зрения UTM-ы или NGFV. Раньше там, опять же, да, было различие в обработке трафика, что UTM, они считались изначально, да, что это для среднего и малого бизнеса, так как, опять же, они обрабатывали трафик последовательно, то есть сначала там, условно говоря, отрабатывает APS, потом там отрабатывает, не знаю, там, антиспам, антибот и так далее, и, условно говоря, каждый функционал отрабатывает последовательно. За счет этого трафик обрабатывался медленно и, ну, не подходил, допустим, для интерпрайз-решений. Сейчас же это уже на самом деле не так, и, так скажем, все современные UTM-решения, они обрабатывают трафик немножко по-другому уже. И, по большей части, сейчас уже NGFV, это даже не то, что класс решений, это, наверное, я бы назвал это именно как функционал, то есть, который есть там, опять же, в том же UTM-е, есть там, ну, много где. Слушайте, а если зайти с точки зрения производительности и железа, то есть обычный пакетный фильтр, это, ну, можно уже на стиральной там стоит чип, который вполне справится. Чтобы разбирать прикладуху, уже какая-никакая математика и железо надо. Что можете сказать на эту тему? Ну, смотри, значит, здесь у нас есть следующая история, что есть два типа нагрузки. Первая нагрузка это сетевая, то есть, типа Network Processing Unit, то есть, у нас есть тип нагрузки, который хорошо может, можно зауффлодить на отдельный чип, и поэтому эти чипы иногда выводятся на отдельную, что называется, очень грубо сопроцессор. И есть второй тип нагрузки, это security нагрузка, это соответствие IPS, это попытка антивирусной проверки, и это расшифровка, то есть uploading SSL. И в высокопроизводительных, ну, в некоторых высокопроизводительных решениях эта штука используется. По факту сейчас в России с этим очень большие проблемы, потому что и в целом ASIC это недешево, потому что там нужно очень много сначала вложить денег в разработку, а потом еще и в производстве, там реально нужно их миллионами закупать. А с другой стороны, по известным пределам в Россию это все сейчас едет исключительно плохо. Поэтому ближе, наверное, другой вариант, когда у нас есть большое количество одинаковых, ну, или почти одинаковых x86 серверов, на которых работают обычные гражданские процессоры x86, и они все объединяются какими-то умными балансировщиками и как-то раскидывают нагрузку между этими файрволами. То есть это, по моим ощущениям, это более рабочая схема в наших условиях. А так, в целом, да, в целом здесь еще можно сказать, что можно использовать файрвол уровня ядра, то есть файрвол, который работает на уровне ядра линукса. Он в этом случае немножко проще разрабатывается, но ты становишься очень сильно привязан к ядру, и ты не можешь его особо поменять. Либо ты можешь использовать файрвол уровня пользователя, ну, user mode файрвол, в этом случае он будет работать быстрее, это тема про DPDK, и я насчитал порядка десятка подкастов LiquidMeUp, где эта тема так или иначе затрагивалась. Вот, и я думаю, что просто можно сделать ссылку на них и пойти дальше. Идем дальше, братушка. Или по вопросикам, может? Давай, наверное, дальше по плану вопросики мы сейчас посмотрим. Кстати, наши читланы, уважаемые, пишите в чат с тегом тег я сейчас скину. Если у вас есть вопросы к спикерам, мы ваши вопросы обязательно озвучим. Тогда я предлагаю последнее, что сказать про файрвол и про выбор, это то, что они есть по большому счету, чтобы выбрать файрвол, необходимо сначала определиться с сценарием. То есть у вас может быть четыре больших сценария использования файрволов. В зависимости от этого у вас будет различный приоритет к их функциям. это файрвол периметровый, это файрвол сегментирующий, это файрвол территориально распределенный и это файрвол для среднего и малого бизнеса. То есть если территориально распределенный файрвол, это файрвол, в котором основной приоритет отдается функциям централизованного управления, чтобы управлять большим количеством файрволов по всей России, 20, 30, 40, 50, 100 и так далее. В случае с периметровым файрволом это обязательно идентификация пользователей, это контроль доступа в интернет, это IPS, это расшифровка трафика. Сегментирующий файрвол это тупо молотилка на четвертом уровне, а файрвол для среднего и малого бизнеса это в первую очередь юзер-френдли файрвол, когда может быть функций не очень много или они не очень глубокие, но зато все просто понятно, там веб-интерфейсик есть и так далее. А вот пока далеко не ушли. Вот смотри, про NextGen файрволы, там разбор приложений и так далее. Вот я помню, когда-то давным-давно, это был год, наверное, шестой, там седьмой может быть, на винде была такая замечательная программурка, называлась Outpost Firewall, и она, короче, умела детектить приложение, что вот там, не знаю, приложение пассианс-косынка хочет залезть в интернет, и вот можно пассианс-косынка доступ в интернет зарезать, да, всем остальным оставить. Вот это является NextGen файрволом, или это так, немножко другое? Это другое, потому что у тебя здесь, здесь тоже, здесь тоже есть такая сущность, как приложение, но это скорее хост-бейст файрвол, который управляет процессами, и управляет доступом процессов к сетевому интерфейсу и к сети. То есть у нас есть там пассианс-косынка.кз, и вот мы этому конкретно процессу не даем идти в интернет, кроме как по 80-му порту. Здесь есть потенциально хитрая схема, что агент на рабочем месте сообщает файрвол о том, что вот это вот это вот подключение по 80-му порту инициировано процессом косынка с, ну, косынка.кз с таким-то, с такой-то контрольной суммой, типа, имея это в виду, но это уже, ну, вот это вот уже следующий этап, это конвергенция сетевых средств защиты и агентских. Это важно, потому что у нас появляется очень много зашифрованного трафика, который тупо не расшифровывается. То есть если с обычным TLS, там, 1.2, можно что-то сделать, 1.3, можно даунгрейдить до 1.2, а как только у нас появляется квик, с точки зрения сети, с ним что-то сделать очень тяжело. Поэтому имеет смысл что-то иметь на агент, ну, на рабочих местах, на эндпоинтах, что будет отстукиваться какое реально там приложение используется и какой там трафик идет. Но вот на мой взгляд это некоторое будущее. Пока что я с этим не сталкивался, что называется, в реальной жизни. Ну, подожди, это получается какой-то он-премис решения, потому что, ну, продолжая мысль с Outpostом, по-моему, я впервые в ESET увидел такую историю, да, вот некий интеллектуальный режим работы этого софтового фаервола, да, когда он по дефолту выпускает некие известные приложения и беспокоит тебя, только видит, когда видит как бы либо что-то совсем неизвестное, либо откровенную лажу. То есть, как я понимаю, он видит какую-то фигню, он блокирует ей доступ, бежит сначала на свой сервер, такой говорит, слушай, а может это сигнатура вируса или нет? Ему там говорят окей, не окей, и после этого он бежит обратно и уже юзеру выводит ахту. Что смотри, там какая-то фигня ломится и кажется это вирусня, давай ее не пустим. Так, ну, то есть это стандартный подход, но это хостбейст, фаервол, это достаточно... Ну, это прямо вот тот вот НГФВ, про который ты говорил, который бегает на внешний сервис и на основе решения внешнего сервиса изменяет свое поведение. Ну, это все-таки штука, которая находится, ставится на агенте. И здесь ты с одной стороны упрощаешь себе жизнь как сетевик, но с другой стороны усложняешь жизнь команде, которая отвечает за эксплуатацию конечных точек. Потому что им это необходимо поддерживать, у них операционная система должна с этой штукой быть соввестима, она должна интегрироваться в инфраструктуру мониторинга, она должна интегрироваться в инфраструктуру мониторинга безопасности. То есть там у каждого форум-фактора есть свои нюансы. То есть есть у нас форум-фактор агентских фаерволов, хостбейст фаерволов, есть форум-фактор сетевых фаерволов как Network Appliance, ну, грубо говоря, виртуальные Appliance тоже туда немножко влезают. Есть форум-фактор фаерволов уровня гипервизора. То есть фактически у нас есть виртуальная среда, там есть много-много виртуальных машин, и там нету виртуального Appliance, но при этом весь трафик также проверяется. То есть это... Здесь мне очень понравилась фраза, тоже у Гартнера я прочитал, что, ребят, у вас, вы когда переходите на другую, ну, на другую ступень зрелости, у вас подходы остаются теми же, а технологии могут меняться. То есть сначала вы вырабатываете подход, как вы хотите сегментировать инфраструктуру, и только потом вы выбираете технологию, которая лучше всего эту историю реализует. Потому что есть плюсы и у сетевого исполнения, есть плюсы и у хостбейст исполнения, есть плюсы и у, ну, скажем так, встроенного в гипервизор исполнения. Я бы тут еще добавил, если мы говорим о самих приложениях, то, ну, Generation Firewall уже, ну, блокировка приложения, это же не только, там, допустим, запретить или разрешить косынку, там, разрешить, запретить Telegram. Это и, так скажем, разбор приложений по их атрибутам. То есть, опять же, там, допустим, запретить выгружать файлы, там, на какой-нибудь диск и при этом разрешить скачивание их. То есть, ну, вот, хостбейст, хостбейст, Firewall такого просто не сделает, о котором идет речь. То же самое, по сути, что такое приложение, это же не только вот то, что у нас стоит, там, на компьютере, опять же, там, тот же YouTube является приложением. Или просто поэтому вот именно такой Firewall, ну, он не сможет там разрешить HTTP как приложение. Там, опять же, там, TCP 80 порт, там может ходить не только HTTP, там может ходить что угодно. Вот Next Generation Firewall, они как раз-таки могут сделать так, что у вас внутри TCP 80 будет ходить именно HTTP трафик, и ничего другого там не пролезет. Слушайте, ну, знаете, мне вот возникает такое желание, что как бы, то есть, у нас именно в железе, где-то вот на нашем гейте, скажем так, стоит просто глупая молотилка трафика, а все вот эти вот интеллигентные вещи мы отдаем уже на агенты, которые стоят на эндпоинтах. Потому что пусть каждый эндпоинт занимается своей какой-то бедой, да, настройки там прилетают централизованно из какого-то нашего отдела безопасности, да, а большая железка следит просто, чтобы у нас, грубо говоря, сеть не зафлудили каким-то откровенно паразитным трафиком. Вот такое решение имеет право на жизнь? Любое решение имеет право на жизнь, если у тебя есть соответствующая задача. То есть еще раз, ровно как вот у нас, как было сказано в подкасте про фаерволы, когда у тебя 10 тысяч серверов с одинаковой операционной системой, которые появляются по щелчку пальцев, по щелчку пальцев исчезают, и у тебя сеть в дата-центре, сеть Клоза и пи Яндекс, или ты лаборатория Касперского, или ты еще какая-то очень подвинутая компания. История норм. Как только у тебя сетка попроще, как только у тебя 10 разных типов эндпоинтов, и когда у тебя тупо нельзя ничего поставить по разным причинам на конечную точку, начинаются большие вопросы. Как только у тебя появляется вероятность того, что злоумышленник окажется в сети и начнет себя выдавать за другого пользователя. Допустим, будет делать RPS-пуфинг, или еще какой-нибудь бяку. И в этом случае тебе нужно приходить к истории, когда между сегментами должна стоять непонятная железка, которая отстукивается админу, и, может быть, управляется другой командой админов, и она именно отслеживает, что в сети все хорошо, или как минимум контролирует, что злоумышленник не прыгает из сегмента в сегмент. Продолжая историю про производительность, Паш, ты говорил про асики в контексте фаерволов, но, слушай, по-моему, уже довольно давно что-то более-менее фаерволенное это x86, то есть там у тебя окей, может быть DPU, но его может тоже не быть, потому что, в принципе, современные карточки по крайней мере справляются с оффлоудингом. Но в целом у тебя же там логика вот собственно сети фильтрации она настолько сложная, что ты в Асик это не засунешь, и там тебе в любом случае нужно ну какой-нибудь там x86 или там Power, что-то такое, что будет гибко программироваться и ну ладно в ПГА, например. Но тем не менее там гибкость программирования вот с правил прохождения и непрохождения она что-то на первых ролях играет. Там история в том, что у тебя есть, еще раз, там есть два, ну ладно, три направления, которые друг с другом слабо связаны, и объединять все три направления в одну, в один сопроцессор это реально больно. То есть, еще раз, сетевое направление, это безопасность, это проверка трафика, и это оффлоудинг расшифровки расшифровки SSL. И это, каждый из этих, каждый из этих направлений лучше делается специализированным ASIC-ом, чем x86 да, как правило, в высоких, ну, высокопроизводительных железках, в фортиках, в чекпоинтах, там есть x86 процессор, и это, по факту, очень мощный сервер. Но, в том же, в том же Fortinet'е есть x86 процессор, но он работает рядом, это, грубо говоря, control plane, а data plane, это все, что касается управления и проверки трафика, это все делается специализированными процессорами. Мы это точно знаем, потому что у нас одна из инициатив была, когда все вот это началось в марте, точнее, в феврале началось, в марте продолжилось. Давайте мы возьмем то железо, которое в России внезапно стало не очень интересно использовать очень многим заказчикам, и попытаемся туда поставить континент. Вот, и мы столкнулись с тем, что, с одной стороны, на мощных железках x86 платформа, она составляет, ну, скажем так, процентов 10 от общей, ну, скажем так, от общей производительности железки, потому что большая часть это реализуется отдельными чипами, а на младших железках там используются либо армовые процессоры, хитрые, с внутренним корнем доверия, либо системы он-чипы, причем достаточно мощные. Причем я думал, что это сок, а сейчас это все уже в таком нормальном медиум-сегменте, ну, чикпоинт, там пятитысячные платформы, это уже, там уже ARM-процессоры используются, это прям показательно, это то, что реально поменялось. Тут ведь, на самом деле, я бы еще добавил, что, ну, как мне кажется, в целом-то не так важно, что используется, там, x86, ASIC, там, или FPGA, так как, опять же, вот там тот же чекпоинт использует просто CPU, там, x86, там, Fortinet ASIC использует, там, да, у них есть и CPU также стоит, но и рядом стоит ASIC. Palo Alto там использует FPGA, но при этом все же эти железки, они показывают, там, хорошие результаты с точки зрения производительности. Там понятно, что у каждой технологии есть свои плюсы и минусы, там, например, тот же ASIC, он, его довольно-таки тяжело будет, там, перепрограммировать, но не то, что тяжело не получится, то есть он сразу, там, на заводе его, когда делают, там, все на нем задают и ничего потом больше не поменяешь. Но при этом, да, он там выдает хорошую производительность, там, на обычном какой-нибудь трафике, именно как, просто обычная потоковая молотилка, но когда там уже идет какой-то сложный трафик, когда уже используются различные функции безопасности, то там уже как раз-таки трафик будут обрабатывать обычный x86, и, соответственно, производительность, она уже будет там меньше, гораздо меньше, чем просто на молотилке. И я считаю, что мы прям шикарно подошли к следующему пункту нашего плана. Подожди, подожди, давай мы, двухминутка куйка, вот, и Паша постоянно жалуется, и в чате пишут, что его проще заблочить, давайте на пальцах, что с ним не так, почему его проще заблочить, это же прорывная технология светлого будущего. Это прорывная технология светлого будущего для Гугла, то есть у Гугла светлое будущее будет, а у всех, кто хочет смотреть внутрь того, что происходит, ну, внутрь трафика, который квыком зашифрован, грубо говоря, HTTP-2, ну, и, собственно, квык, сразу появляется куча очень неудобных и очень неприятных для решения задач, потому что ты, ну, традиционный man-in-the-middle в этом случае не сделаешь, то есть тебе необходимо довольно серьезно извращаться, чтобы посмотреть внутрь этого канала. Их там реально много. То есть, как обычно, любая технология, она дает какое-то количество плюсов для тех, кто ее разработал и использует, а для кого-то она дает кучу-кучу головника, с которым надо что-то делать. В итоге его реально проще заблочить и сказать, нет, ребят, вы его пока не используете. И очень сильно надеяться, что его использование не сделают там обязательно. Техэсапы выключат возможность легателем использования TLS-1.3 и так далее. Вот. Это отдельная большая история про технологический суверенитет и формирование этих вот как-то технологических, я не знаю, как кланов, что ли, или технологических альянсов, когда у нас прямо видно, что у нас есть царство Гугла, есть какое-нибудь царство Хуавея, и вот каждый из них делает свой собственный стэк технологий, которые друг с другом достаточно плохо совместим, и они прямо вот видны, что друг друга начинают дропать-дропать техподдержку и так далее. Но это может быть потому, что я просто слишком долго работаю в российском вендоре и слишком часто это слышу. Но тут есть ощущение, что вот эта вот штука нас ждет там следующие 5-7 лет. И вот у нас будет вот два таких вот мира. И мы вот третий. Это, наверное, как организовать сайт-то сайт между отечественными криптошлюзами. Ой. Ну, ты начинаешь. Слушайте, ну, про Куик очень, как это, периодически рапортует, что он растет все больше и больше и больше. Но учитывая, что ты говоришь, что его невозможно аоколо, невозможно разобрать там за приемлемое время на адекватном железе, получается что? Получается, все корпораты сразу минус, они его к себе не пустят. И Куику делал кого? Хоум-юзеров. Ну, слушай, у тебя Google-то борется не за интерпрайс, он борется за твою мобилку, за твой телевизор, за твой лэптоп, и ты расскажи это все пользователям. И за мировое господство. Ну, это да. Иди расскажи это все пользователям ГЦП, пользователям корпоративной почты, почты гугловой и все прочее. Нормально там тоже Google как бы деньги, а не деньги. Нет, ну, здесь просто нам, ну, мы, кстати, по-моему, короче, да, нам нужно притащить кого-нибудь, кто шарит за Куик, и эту тему обсудить. Но в целом там, в общем-то, была идея именно в том, чтобы доставлять довольно тяжелый контент. То есть, там, ГЦП и почта, они, в принципе, ну, ГЦП это вообще вещь себе, да, а почта, она почта. Когда тебе нужно доставлять много тяжелого контента, то есть, это YouTube, то там, вот там, Куик уже начинает ролять прям во все щели. Окей, ладно. Ну, на этой прекрасной ноте я предлагаю все-таки тогда да. Давайте дальше по плану. Да. Про RFC 2544, с помощью которого измеряется производительность. Подождите, подождите, давайте мы все-таки не производительность будем мерить, а сначала скажем, что такое нагрузочное тестирование для фаерволов. Потому что, давайте я начну так, потому что многие, как я понимаю, под нагрузочным тестированием понимают, что вот у нас написано чип 10 гигабит, давайте мы 10 гигабит врубим и посмотрим, взорвется он или нет. Но в то же время нагрузочное тестирование может быть, давайте мы подадим 10 гигабит и оставим на неделю. А вдруг у него память потечет и взорвется он через три дня только, а не через две минуты. Ну, тут вопрос, смотри, тут вопрос в том, что разные организации понимают под словом нагрузочное тестирование разные вещи. Вендор, как правило, подходит ко второму этапу. Когда речь идет о нагрузочном тестировании внутри вендора, то есть, когда мы релиз-кандидат тестируем, то мы идем по второму пути. То есть, нам не нужно просто, чтобы она какое-то через себя количество трафика пропускала, нам нужно, чтобы она это делала в течение суток и смотреть, а какой модуль потечет и, соответственно, открыть багу, дать тестерам, ну, скорее, не тестерам даже, а в разработке открыть баг и говорить, да, ребята, теперь вы это фиксите, пожалуйста. Это одна история. Когда речь идет о заказчиках, как правило, речь идет о выборе устройства, то есть, о сайзинге. То есть, устройство какого размера адекватно прожует те потребности, которые у нас есть. И это неразрывно связано с тем, сколько мы готовы или сколько мы можем заплатить в контексте за вот это вот устройство. То есть, это скорее вопрос выбора решения, чем, собственно, вопрос, сколько оно потянет. То есть, мы здесь выбираем стоимость мегабита, очень грубо говоря. Это ты имеешь в виду генератор трафика, который будет подавать что-то на вашу железку или что? Нет, я это говорю в контексте выбора решения. То есть, есть условный банк, у него есть предложение от вендора один и предложение от вендора два. И вендор два, например, решил схитрить и дать ему более дешевое железо. Но при этом у него, понятно, меньше цена. И перед заказчиком стоит задача понять, какое из этих решений адекватно решит его проблему, но при этом не переплатить. Это сейчас очень большая проблема, потому что все заказчики начали массово стартовать проекты по импортозамещению, скажем так, вынужденному, потому что железка, ну не то, что окирпичилась, но работает там в половину своих возможностей. Надо что-то поменять. И вот таких вот проектов сейчас масса. И вот здесь вот сразу почему я эту тему предложил, потому что там возникает сразу много всяких вопросов, типа, а как нам это сделать? А вот мы сделали, а у нас не получилось, а вот здесь у нас мы сделали, получается почему-то слишком дорого, ну и так далее. Окей. И видимо тут вот на сцену выскакивает вот это таинственное, во всяком случае, для меня RFC 2544. Да, то есть история в том, что вот это вот RFC 2544 это довольно старая штука, которая описывает метод тестирования сетевого оборудования. Сколько через него прилетает пакетиков, сколько через него прилетает бит в этих пакетиках, как себя устройство будет вести, если таких пакетиков будет очень много, как себя устройство будет вести, точнее, как себя будет вести передача этого трафика, если устройство внезапно, мы его перезагрузим. И когда мы тестируем производительность роутеров, производительность свитчей, это отличный способ. А вот когда мы тестируем производительность собственно фаерволов, то есть условно очень интеллектуальных штук, вот здесь возникает сразу очень много вопросов. Кроме этого возникают вопросы к трафику, который мы через устройство даем. То есть для свитчей, для роутеров нормальное понятие line rate, то есть устройство должно работать на производительности, которая предоставляет сумму его портов. То есть если у вас есть 10 гигабитных портов, это значит, что железка должна работать стабильно на 10 гигабитах. А в случае с фаерволами это обычно не так, потому что она может выдавать эти 10 гигабит для больших пакетов, потому что, как правило, x86 и appliances имеют некоторые ограничения по количеству пакетов в секунду. А если у нас пакеты большие, и соответственно в них данных можно больше усадить, то у нас получается, что мегабит в секунду у нас, если пакеты большие, то их получается больше. А если пакеты маленькие, то их получается меньше. И у вендора соответственно появляется искушение, давайте мы дадим производительность только на больших пакетах, И она будет в соответствии с этим RFC-2544, то есть в соответствии с методологией. И типа покажем это самое в дата-шите. Заказчик берет, ставит эту штуку на реальный трафик, и у него данные в дата-шите и данные в реальной жизни не бьются от слова никак. То есть совсем. Потому что в реальности трафик никогда не напоминает передачу по UDP в больших пакетах. Ну, совсем никогда. И вот, собственно, в этом проблема этого самого 2544. Именно к фаерволам. Получается, что это 2544 вообще не подходит к фаерволам, и надо писать свое RFC. Да. И типа ничего нету, даже там в стадии драфта, даже в стадии давайте через недельку соберемся, подумаем. Нет, это есть. Там есть разные подходы. Есть подход, связанный с... Ну, про NetSake Open мы чуть-чуть попозже поговорим. Первый подход — это давайте мы что-нибудь придумаем с профилями трафика. То есть понятно, что большие пакеты мы не встречаем никогда, но у нас есть подход под названием iMix, когда у нас могут быть также синтетический трафик, но с разными размерами. То есть, например, будет у нас много трафика с малыми пакетами, что для фаерволов очень неприятно. Немножко пакетов больших и немножко пакетов средних. В этом случае очевидно, что производительность будет немножко или серьезно ниже, чем если у нас будут только большие пакеты. И подход в целом рабочий. Проблема в том, что он неповторяем, потому что по iMix RFC нет. И когда ты пишешь, мы померили такую-то производительность мегабита в секунду с использованием iMix, никто не знает, что это такое. Потому что это может быть как много мелких пакетов и мало больших, так и 90% больших пакетов и чуть-чуть маленьких пакетов. И это будет тоже честный iMix. Про эту историю народ много думал и решил, что давайте все-таки у нас будет все немножко ближе к реальности. И, по-моему, Spirant сделал некую попытку, некий подход к снаряду и сделал такую штуку как iMix, Enterprise Mix, куда добавил какое-то количество энтерпрайзных приложений. То есть это не совсем синтетический трафик, это уже плюс-минус обычный трафик. Добавил туда HTTP, добавил туда HTTPS, добавил туда какое-то количество новых сессий, то есть работаю с сессиями тоже, потому что это тоже крайне сильно влияет на то, как работает Firewall, Firewall, он же Stateful. И в итоге история тоже прикольная, но она тоже нигде не стандартизована. Но в итоге у нас получается, что есть вроде как благое намерение, но если... и даже там есть его описание, по-моему, у CISC оно было. Но если ты возьмешь это описание и увидишь где-то тоже фразу, что вот это померено по iMix, то никто не может гарантировать, что там оно действительно померено именно по этому описанию, а не по какому-то другому. Потому что еще раз, стандартов нигде нет. Вот. И в этом проблема, с которой мы сейчас живем. Ну и не только мы на самом деле. Хорошо. Эта проблема получается, скажем так, что мы будем тестировать? А есть ли проблема тулинга для генерации пакетов разных размеров, чтобы симулировать какую-то деятельность приложений, чтобы мы там еще что-нибудь поразбирали, какой-нибудь SSL внутри? Здесь есть... ну, инструментов на самом деле куча. Есть такая железка BER. Это вот две железки, ну или одна большая железка, где есть два сетевых интерфейса, между которыми гоняется трафик. У него ставится девайс under test, то есть девайс, который ты хочешь протестировать, и там в одну сессию или в несколько сессий трафик гоняется, и можно получить понимание о базовой пропускной способности. Есть T-Rex, по-моему, он сискин. Есть, по-моему, у Яндекса какой-то инструмент для генерации трафика. Есть инструмент генерации трафика у Spirant, как платный, так и бесплатный. Проблема в том, что адекватную нагрузку на них сделать не так, чтобы просто. Адекватную нагрузку можно сделать на самом... ну, с моей точки зрения, прям идеальный инструмент. Это X-Breaking Point. Классно все, кроме того, что, во-первых, он стоит как крыло, два крыла от Боинга. Он очень дорогой. Он трындец какой дорогой. Я уже не говорю про то, что сейчас его в России не купить. Плюс под него надо весьма серьезно учиться. Но там можно делать вообще все. Можно симулировать атаки, можно симулировать живой трафик, можно симулировать какие-то попытки поменять этот трафик. Можно хитро играться с нагрузкой, генерировать какие-нибудь пики трафика. То есть он очень гибкий и он требует очень серьезного обучения. Это прям, что называется, best in class. Ну и кроме этого, в любом Linux есть такая штука, как iPerf. И им тоже люди пользуются. Но использовать Tool для генерации трафика на третьем уровне, для тестирования устройства, которое трафик проверяет на седьмом уровне, ну, это весьма специфический подход. Я уж не говорю про то, что там периодически тоже с повторяемостью некоторые вопросики бывают. А вот тут нам в чатике подсказывают, что в RFC есть вполне себе пункт про изменяемый размер пакета. Ну, вот он есть. Другой вопрос, что не сказано, какие именно они должны быть. Сказано, что да, можно их менять, но не сказано, как. И плюс там в RFC не сказано также, какие функции вообще должны там, допустим, быть включены на НГФВ. То есть вы там можете, опять же, включить одну функцию, другие там по минимуму включить, и у вас выдаст там одну цифру. Но на деле-то это будет совсем по-другому же. А вот смотрите, у нас один слушатель, молодец, заранее прислал вопрос в формочку, и он там вот написал, ну, прям вот профиль своего трафика, да, внешний трафик, внутренний, куча цифр, ну, не будем вот цифры озвучивать, да, но вот он пишет там, например, типа DMZ-шный трафик, 2 гигабита, столько-то там сотен тысяч конкурентных коннекшенов, столько-то сотен тысяч пакетов в персекунду, там столько-то коннекций в секунду, столько-то TCP трафика, столько-то UDP, HTTPS-а там столько-то, Citrix, SMP, куик этот богопротивный, да, и даже вот размер пакетов расписал, вот какого размера пакетов, сколько примерно в процентном отношении. Вот для меня это прям выглядит, вот, берите цифры, вбивай в формочку какого-то генератора, оставляй на неделю, приходи через неделю, получишь правильный ответ. Так можно или есть проблема? Так можно, и то, что в этом вопросе было, T-Rex делает хорошо. За исключением, по-моему, квика и еще какого-то. Там, короче говоря, в целом T-Rex это все делает. T-Rex, на мой взгляд, это одно из наиболее, ну, дружелюбных, что ли, решений в этом плане, по соотношению качества и, ну, затраты. Ну, смотри, ну, мне как клиенту, да, вот я хочу, не знаю, ну, десяток, предположим, шлюзов купить, да, там, континентов ваших. Я же не буду ради этого покупать T-Rex. Нет, он не покупается, он бесплатный. А, а я почему-то решу, что это вот то самое, что там как два крыла стоит? Нет, как два крыла стоит иксия, и она делает существенно больше, чем описано в том вопросе. Там она делает реально там бомбические вещи, но это прям отдельная большая тема. Окей, так а я могу вот прийти к тебе, как к вендору, сказать, слушай, вендор, вот моя спека, моего трафика, я тебе верю, покажи мне, что будет. Или мне надо обязательно сначала где-то вот на стороне брать железки на тест и уже вот у себя делать. Ну, тут надо понимать, что когда ты приходишь к вендору, у которого ты потенциально эту железку купишь, то у вендора есть понятный конфликт интересов. Потому что он-то захочет тебе все-таки, то есть он тебе, понятно, порекомендует, то есть ты хочешь, ну, у тебя есть какой-то трафик, вендор тебе под это дело сейчас, скорее всего, настроит и даст протестировать. Но с моей точки зрения, здесь наиболее правильным является приглашение третьей стороны, то есть та сторона, которая независимо от вендора, ну, либо провалидирует конфигурацию, либо проведет протестирование. Но с методологической стороны это более правильная история. Тут, наверное, даже самый правильный вариант будет это просто взять железку в себе и посмотреть, что она будет выдавать уже на конкретно вашем трафике. Вот это вообще идеальный вариант. То есть когда вы делаете тап своего трафика и кидаете его на железку, смотрите, как железка себя под этим делом чувствует. Да, тут проблема в том, что после всем известных событий не так легко будет получить железку на такое тестирование, но в целом это рабочий вариант и вполне себе правильный. Там есть, на самом деле, и другие способы, как это все можно проверить. То есть, опять же, это различные отчеты независимых лабораторий, там, та же NSS Labs, допустим. Но там, опять же, тот вопрос, что там участвовали, там, допустим, чекпоинт, фортинеты, палальты, но там не участвуют, допустим, отечественные вендора. Ну, тоже тут все понятно. Окей, принято. Я просто так, знаешь, это задумался. Ну, то есть свой дамп-то трафика я собрал, ну, собрал, понял, там, чего у меня бегает, сколько мне будет потом стоить решение вообще все это протестировать. Так хорошо, а вот если, ну, ладно, вендор заинтересован, но если я пойду к интегратору, вы за меня такое сможете сделать? Или это все-таки вот реально только у себя? Ну, по большей части это, на самом деле, опять же, это прям нужно идти даже не то, что к интегратору, это нужно идти в независимую лабораторию, которая вам это все может провести. Вот мы, например, как интегратор, мы такие тестирования не проводим. То есть, ну, опять же, да, там можно взять тот же iPerf и все такое, но это будет вообще не то. То есть, и на самом деле, тут если идти к интегратору, только, опять же, для того, чтобы выбили саму железку для тестирования уже на конкретно вашем трафике. Ага, понятно. Вот, но на самом деле есть в России там компании, которые занимаются в том числе нагрузочным тестированием, поэтому, да, ну, то есть это вполне реальная история. Слушай, ну вот, кстати, раз уж я залез в вопросы, вот прямо идеальный вопрос про циферки. Вот спрашивают, почему на сайте континента нет данных по скорости расшифровки SSL? По-моему, вполне конкретную цифру можно написать. Окей. Какого? Когда? То есть, смотри, у нас есть SSL, который мы расшифровываем, когда смотрим, когда контролируем доступ пользователей в интернет. Мы расшифровываем SSL, когда хотим посмотреть, что же за приложение это у нас пытается по 443-му порту пройти. У нас есть расшифровка SSL, которая используется, ну, может использоваться в некоторых случаях, когда нам надо расшифровать трафик для проверки на IDS. И это все расшифровка SSL. И там так много вариантов. При этом, окей, я могу сделать так, что это все будет, ну, не реализовано, а снято с учетом там одной сессии, или там 20 сессий, или 5000 сессий. И в этом случае я получу там 5 разных ответов. И в итоге я все равно не знаю, какой надо. И, опять же, в этом случае я получу количество хендшейков в секунду, потому что у нас расшифровка SSL, она именно в хендшейках в секунду измеряется. Но это не даст никакого понимания о мегабитах в секунду, которые, ну, то есть о производительности, о пропускной способности устройства, которые в этот момент как бы должно меня интересовать в первую очередь. То есть идея в том, что нельзя, во-первых, по одному аспекту, а во-вторых, одной цифрой измерить производительную, пропускную способность НГФВ. Это очень такая сложная-сложная история. То есть, с одной стороны, хочется, чтобы у нас был там некий индекс, или какая-то там циферка в мегабиты в секунду, чтобы сравнивать яблоки с яблоками. А с другой стороны, оказывается, что у нас соотношение настолько большое, ну, то есть столько разных факторов, которые будут влиять друг на друга и будут влиять также на производительность, что выделять это все в отдельную строку, ну, смысла особого не имеет. У нас на эту тему есть много внутренних дебат на тему того, что давайте показывать по максимуму, потому что это повышает доверие вендору, и сейчас это критически важно. Ну, а потом оказывается, что окей, а даст ли это value, то есть даст ли это ценность? И оказывается, что, ну, если у тебя в любом случае тестирование заканчивается, ну, то есть все заканчивается тестированием на площадке заказчика, то зачем его сейчас-то в заблуждение вводить? А если его не вводить, ну, то есть, а если так-то он для общего сравнения хватает тех цифр, которые сейчас есть на сайте. Слушай, ну, я, насколько помню, твой доклад на митапе, ты там как раз рассказывал, что некоторые вендоры прям вот пишут циферку побольше, и, насколько я помню, кого-то даже ловили на горячем. Ну, слушай, там много чего было. То есть, еще раз, ты можешь, раз уж мы приходим к вопросу, как вендор может нарисовать циферку побольше, значит, он может выключить журналирование, он может дать синтетический трафик, он может дать синтетический трафик на сервисы, которые должны работать на седьмом уровне. То есть, на железку кидаются UDP средних пакетов, а железка должна разбирать SSL и должна разбирать, ну, содержимое HTML-страниц. А при этом ты на нее просто заешь пакеты по UDP, забитые единичками. И в этом случае у тебя железка будет очень быстро работать, потому что эти сервисы не будут задействованы. Ты можешь это все делать одной сессией, или ты можешь где-то делать, не добавляя новых сессий в секунду. Если у тебя не очень хорошо работает распределение нагрузки по ядрам, а, как правило, у тебя на мощном серверном процессоре ядер много, ты можешь объединить все интерфейсы, которые есть на железке, в два банда, грубо говоря. Там 17 интерфейсов на вход, 17 интерфейсов на выход. И в этом случае ты получишь оптимальную нагрузку на процессор. Но в этом случае у тебя все равно не будет... Ну, то есть это нереальная история в реальной жизни. Вот. Что там еще у нас было? А, еще у нас было, когда мы все-таки хотим протестировать, ну, например, потоковый антивирус на устройстве, но тестируется это все, как правило, с помощью сервиса iCar. То есть мы тестируем это, чтобы, ну, нереальный вирус, там, рансамвар какой-нибудь себе закидывать, а тестовую сборку сегма известных антивирусов, сегма известных, ну, так сказать, файлов. Давайте мы просто посчитаем их контрольную сумму и не будем проверять серьезно эти файлы, а просто если увидим, что нам прилетают файлы с этой контрольной суммы, мы их проверяем. Ну, мы их сразу отбрасываем. И вот таких вот приколов может быть довольно много. Это то, что пишут маленьким шрифтом, да? Иногда это пишут не то, что маленьким шрифтом, иногда это пишут в базе знаний, доступ к которой возможен, если у тебя высокий уровень технической поддержки и у тебя есть сертификация по этому вендору. Вот в этой статье базы знаний, и подписка обязательно, и в этой статье базы знаний мелким почерком, мелким шрифтом это будет написано. Тут еще даже вот на ютубе пишут, что все вендоры врут в своих дата-счетах, особенно Российской Федерации. Ну, я бы на самом деле с этим вообще не согласился. То есть, ну, я бы не сказал, что вендор врет. Просто каждый вендор, вот так как Паша уже говорил, проверяет там на определенном типе трафика. У него есть там свой сформированный микс. И тут нужно понимать, что 10 гигабит, там, заявленных у вендора А, они не равны 10 гигабитам у вендора Б. То есть тут, опять же, это все будет ложиться в тот тип трафика, который используется при тестировании. Ну, и на самом деле, когда говорят о производительности, то по большей части все думают только о пропускной способности. То есть там гигабиты в секунду и так далее. Но тут нужно еще учитывать, что здесь важным является и какое количество сессий вообще максимально возможно, там, максимально возможное количество новых сессий и так далее. И, опять же, это все ложится в тот тип трафика, который используется, там, какие сигнатуры активны, какой функционал активен, активно ли там журналирование. И поэтому абсолютно, так скажем, на разных железках, там, на которых заявлена одна пропускная способность, это не означает, что они будут между собой равны уже в ваших условиях. Паш, а ты помнишь, что ты ответил на вопрос на митапе, что когда вендоры перестанут врать в даташитах? А, это, да, это отдельная большая история про то, что в вендорах, точнее, не в вендорах, а в заказчиках крупных, очень много, очень разных людей вовлечено в принятие решения. И кто-то из них технически грамотен, а кто-то не очень. И очень тяжело объяснить условному закупщику, что вот та цифра, которая находится в даташите к какому-нибудь делинку, она не равна той же цифре, которая находится в даташите к какой-нибудь циске. Он это не понимает. Но он видит две цифры, стоимость и вот эту вот цифру. цифру, которая описана одинаково. И он делит одно на другое, говорит, а зачем нам покупать что-то дорогое, если вот мы можем купить то же самое дешевле. И ему очень тяжело объяснить, что это то же самое ни разу не то. То есть мы это даже для себя видим, потому что мы, то есть те параметры, которые у нас сейчас есть на сайте, они по факту занижены. Это не максимальные параметры, которые выдают наше оборудование. И даже сейчас мы видим, что есть какое-то количество сделок, которые пролетают мимо нас, просто потому, что у другого вендора написано, что эта железка делает на 25% больше трафика. И мы точно знаем, что этот трафик полностью синтетический, и к реальности это не имеет никакого отношения. Да, вот такой вот нюанс, что действительно, пока вовлечены в процесс принятия решения кто-то, кроме инженеров, вот такая история будет сохраняться. Тут на самом деле, знаете, даже хорошая практика будет приходить к вендору и спрашивать, не сколько у вас там выдает железка в гигабитах, а сколько она выдает на таком-то типе трафика, допустим, на маленьких пакетах с включенными функционалом, с включенным журнализмом, и это уже будет более правильно, чем просто посмотреть, сколько у вас, какая производительность на НГФВ. Вот, я бы здесь еще добавил, что имеет смысл даже не только к вендору прийти, но и прийти к пользователям у этого вендора, чтобы спросить, ребята, вот поэмпирически, насколько ваше впечатление у железки отличается от датов. И там вам, скорее всего, скажут, дели на 2, дели на 3, дели на 10, ну и так далее. Слушай, ну эмпирически отличается, это знаешь как это, что любой отдел обеспечения качества хочет сделать прибор к качествометр, который покажет, насколько качественный продукт они выпускают. Так смотри, если мы тут постоянно все говорим, что там вот пластмассовый мир победил, деньги, корпорации, все такое, и ты сам говоришь, что сделки пролетают мимо вас, ну напиши ты большую цифру самую. Или тебе совесть мешает, что ли, писать? Или в чем причина? А потом я имею хейт со стороны технического сообщества, как не вполне честный человек, и это потом прилетает, это выражается в больших, ну в промихе, пресайзинге, это выражается в некорректной работе системы, в которой мы становимся, и в дальнейшем, то есть на первом этапе эта штука проходит хорошо, но она потом вернется через полтора года или через два года, и ты просто будешь искать способ вернуться, вернуться назад в прошлое, и дать там правильную цифру, потому что мы это уже проходили с одним из предыдущих континентов, то есть мы там выдавали максимально возможную цифру, а потом у нас было столько на эту тему очень серьезных вопросов от очень серьезных организаций, что мы понепоняли, что ну его нафиг. Слушай, ну у меня здесь два вопроса сразу рождаются, смотри, вопрос первый, написать большую цифру и под ней написать, например, при использовании самых больших пакетов, это как вариант, а потом написать еще одну цифру, а это много маленьких пакетов, и собственно и второй вопрос, а как тогда получается вот та цифра, которую вы пишете, это какое-то средне математическое или это потолочно-пальцевый метод? Ну, значит, первый момент по поводу того, что мы пишем одну цифру для больших пакетов, другую цифру для маленьких пакетов, оно скорее всего так и будет, я думаю, что мы к этому придем, но тут надо понимать, что у тебя будет одна цифра для больших пакетов, одна цифра для маленьких пакетов, одна цифра для больших пакетов, для приработающих IPS, которые обрабатывают 100% трафика с 20 тысячами сигнатур, и еще одна цифра для IPS, которые обрабатывают 50% трафика с 3 тысячами сигнатур. Потом у тебя появляется трафик, ну, производительность для маленьких пакетов, где еще мы пытаемся расшифровывать SSL, если какие-то из этих пакетов зашифрованы, ну и так далее. И у тебя получается, что то количество цифр, которое тебе по-хорошему нужно для того, чтобы адекватно оценить производительность железки, оно там просто начинает расти и причем неконтролируемо. И вот в этом основная проблема. Про завышение цифр и там прочий технический хейт, ну, Паш, ну, известно же, да, что самый оптимальный способ включения ПКШ-континента, это вот ты его включил в розетку, она лампочкой мигает, как бы, и все, и больше его не трогаешь. Чтобы озеленый, потому что проверяющим будет издалека показывать, что вот, смотрите, вот у нас есть. Вот. И все, а к строчке подходить не надо. Угу. До 24 февраля. На самом деле, даже не до 24 февраля. То есть мы увидели, то есть у нас были очень большие проекты и до этого времени, и там тема, когда устройство просто включается в розетку или просто лежит в коробке, они есть, но их там с течением, там с 14-го года их количество все убывает и убывает. То есть это устройства, которые вставлены в сеть, они работают, они через себя пропускают трафик. Иногда они трафик через себя пропускают весь, иногда они стоят в сторонке, но тоже, тоже что-то там через себя пропускают. А после 24 февраля это уже началась, ну там прям совсем другая история, связанная с тем, что, ребят, нет, нам недостаточно, чтобы железка стояла, стояла в уголку и мигала лампочками, потому что нам тупо нечего больше использовать. Поэтому, пожалуйста, вот у нас есть, у нас есть политика до 10 тысяч правил, у нас есть 150 фаерволов, давайте смотреть, что делать, чтобы эта вся штука заработала. А, ну да, и есть еще желание, чтобы это было дешевле, чем предыдущее решение, и есть еще большой набор пожеланий, которые вы хотели бы, чтобы это решение делало, потому что хотели, хотели это сделать, фичер-реквесту к западному вендору, а он говорит, что, ну окей, когда-нибудь сделаем. Так, мне тут Марат написывает, что хватит уже про методологию гундеть. Ну, Марат, а про что гундеть-то? Давай, предлагай. Я не говорю, что хватит, надо просто двигаться по ней дальше. Я так понимаю, что синтетический трафик мы обсудили, а миксы и миксы, правильно? Или есть там еще что сказать? Нет, уже обсудили, давайте двигаться дальше. Вот, дальше у нас по планам было поговорить про то, как можно честно накрутить, но мы и на эту тему уже зашли, кажется. Да. Вот. Вот же мы паразиты, а? А мы все 9 перечислили. Даже 10? Да, и собственно 10 тоже. И идея в том, и собственно к чему это все дело пришло. То есть у нас когда-то был отличная компания NSS Labs, которая брала и тестировала устройства по открытой методологии, и эти устройства тестировались и на производительность, и на эффективность, и они там довольно интересно считали это все, ну то есть могли сравнивать однотипные устройства, а к ним были вопросики, потому что иногда они это делали без учета, без согласия вендоров самостоятельно, и так получалось. По какому-то совершенно непонятному совпадению оказалось, что те железки, которые брались без согласия вендоров, показывали низкий результат. А потом вендор, так сказать, платил какое-то количество денег, и хоп, ему давали правильно настроить железку, и железка занимала необходимое место. И нет, это был не единичный случай. Вот. Но я точно помню, что 14 октября 2020 года эта контора закрылась. Я это помню, потому что мы 13 октября с ними общались на тему того, чтобы отправить им четвертый континент, чтобы они ее протестировали по своей методологии. Потому что для нас важно, чтобы производительность кем-то третьим была верифицирована. Вот. Но контора закрылась, денег мы перечислить не успели, и слава богу, сэкономили. Вот. И сейчас, во-первых, директор этой конторы сделал отдельный новый сайт, который у нас в наших широтах довольно слабые свести, но он занимается тем же самым. Он называется cyberratings.com. Можно дать ссылочку, можно посмотреть. У меня в докладе это было на Ликметапе. Вот. И вторая попытка решить эту проблему это инициатива, которая называется NetSec Open или NetSec Open. Это европейская инициатива по этой же самой задаче. Как нам протестировать производительность и функциональность firewallов. И вот этот вот самый NetSec Open, он как раз предназначен для тестирования производительности именно сетевого, ну, оборудования по сетевой безопасности firewallов и IPS. И это прям вот то, что нужно. Они в своей методологии описали и ставили все косяки, которые, про которые мы сегодня говорили. То есть там указывается в этой методологии, у которой сейчас есть статус кандидата в RFC. По-моему, у них, по-моему, как раз она закончилась куча итерации. Она от января этого года и вот она готова, она доступна. И она тоже, кстати, в чатике, в комментариях проскакивала. И там речь шла о том, что давайте тестировать определенным образом оборудование. Значит, это оборудование должно обладать определенными функциями. Обязательно необходимо тестировать, чтобы было обязательно какое-то количество правил фильтрации. В бленде трафика должно быть такое-то количество IP-адресов в рамках этой политики, какое-то количество просто каких-либо IP-адресов. Обязательно должно быть не меньше 500 эксплуатов, эксплуатирующих какие-то CVE, и они должны быть не старше 10 лет. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это вот прям вот то, что нужно для вендора, чтобы показать его железку во всей красе и дать адекватный инструмент для тестирования. Классно все, кроме того, и даже Фортинет эту историю поддержал, и они протестировали одну или две своих железок. Все классно. Кроме того, что для вендора это очень-очень-очень технологически сложно. То есть, чтобы протестировать то количество устройств, которые есть у Фортинета или у нас, то есть, у Фортинета это одна история, понятно, что у них там, наверное, все хорошо со внутренней инфраструктурой. У нас это отдельная история, и мы в нее тоже смотрим, но это очень тяжело, а сейчас есть, скажем так, более актуальные задачи. Слушай, а кто был вообще инициатором и двигателем этого Nosec Open? Это там была группа инициативных товарищей, по-моему, из Deutsche Telekom или еще откуда-то. То есть, это чисто европейские, то есть, у них статус автономной некоммерческой организации, вот, и они на базе одной из европейских, по-моему, лабораторий, я сейчас не помню, как она называется, вот эту вот историю некоммерческую поддерживают. Сейчас я попытаюсь найти. Ну и такой вопрос, а вы, как вендор, который занимается производством этого, какое-то участие принимаете? Именно в этой истории с Nosec Open? Угу. Ну, либо какой-то, не знаю, внутренние стандарты, которые шарите между клиентами и говорите, что, типа, мы так тестируем. Значит, это, а, кстати, нашел, это лаборатория EANTC. Что касается наших собственных историй, мы тестируем железки, ну, то есть у нас есть несколько подходов, то есть мы это делаем, то есть просто тупо UDP, там, большие пакеты, мелкие пакеты, TCP, большие мелкие пакеты, мелкие пакеты, HTTP, то есть генератор, генератор чисто HTTP трафика, потому что тоже уровень приложения серьезнее нагружает железку. Плюс у нас есть сущность под названием Real World Mix, который основан на реальном бленде трафика, то есть там конкретный набор из десятка приложений и еще десятка веб-приложений с определенными параметрами по одновременным сессиям, по добавлению новых сессий в секунду, с определенными настройками IPS, с обязательными там 20-ю, что ли, правилами со включенным журналированием, ну, там есть разные подходы, ну и так далее. И вот мы этот самый Real World Mix используем для того, чтобы посмотреть, чем железки друг от друга, грубо говоря, отличаются. А если не секрет, вы его где снимали? Типа пришли на M9, давайте дампать трафик саплинка? Слушай, нет, у нас на этом плане есть куча своих тестеров, ну и в целом мы сетевым технологиям люди не чужды, поэтому у нас есть довольно много людей, у которых есть там опыт, практический опыт работы, и они, ну и соответственно договорились вот таким вот образом, то есть нашли вот эту вот методологию, которая лучше всего оценивает, ну, позволяет оценить производитель с той или иной железки, именно как фаервола. Но еще раз, надо понимать, что это там наше видение, и оно может отличаться от того, что заказчик может видеть у себя. То есть у нас бывали случаи, когда устройство делает там условные 20 или 40 гигабит чистого фаерволлинга, по нашей вот этой вот методике Real World она дает 7 гигабит, а заказчик делает такую методологию, по которой, такую методику, по которой железка, дай бог, 2,5 гигабита прожевывает, и ей при этом плохо. А потом читаешь в интернете отзывы, да? Да, конечно, куда же без этого. И традиционный и традиционный этот видео-мемасик со смеющимся испанцем, ну куда без этого. Ха, ну как же. Вот, кстати, просто отличнейший вопрос опять же из нашей же формочки. Ну когда у континента будет уже поддержка IP-сеть? Ну вам что, сложно что ли? Нам не сложно, и по 4.2, то есть в следующем, как это? У нас, знаешь, в чатике есть два стикера в мае и в декабре. Ну вот в конце первого квартала мы ожидаем эту версию с AES-ом, с IP-секом. То есть это можно будет работать навстречу там условной циски или кому-нибудь еще. Ну не в Q5 уже хорошо. Это синоним. Слушайте, а если, конечно, не военная тайна, а в чем такая сложность-то с ним была или есть? Ну, надо понимать, что у тебя есть, когда речь идет о VPN-е, у тебя, во-первых, есть ну протокольная часть, и, во-вторых, есть алгоритмы шифрования. То есть у нас, во-первых, использовался ГОСТ как алгоритм шифрования, во-вторых, у нас использовался собственный стэк протоколов. Плюс оно там было, извините, симметричное. Да и сейчас, в общем-то, есть. И оно достаточно хорошо отлаженное, и проблема в том, что есть куда потратить ресурсы, и очень тяжело было до недавнего времени людям показать, что, да, эта фиша действительно важна, и ее надо развивать. Сейчас ни у кого на эту тему сомнений никаких нет, и мы эту историю, ну, не то, что предвидели, но мы ее начали довольно давно, и вот к 4.2 мы ее приведем. То есть там будет IPsec, чтобы не заморачиваться с нашим проприетарным стэком протоколов, и там будет выбор использовать отечественное скретное шифрование или богомерзкое западное. Слушай, а на производительность, кстати, сказывается? Нет, потому что там и там, и там, ну, точнее как, у нас там нормальный размер ключа 256 бит, а в AES можно выбирать 128 или 256. Ну, поэтому, если там будет нормальный, ну, будет использоваться безопасный 256 бит, то производительность будет либо такой же, либо даже чуть быстрее, потому что будут использоваться встроенные в процессор специальные инструкции, которые позволяют сшифровать быстрее. Да, там, как правило, AES, он обрабатывается быстрее, чем ГОСТ. А это, может, еще просто часть куда-то на железо отдается, а ГОСТ чисто софтовое решение? Ну, да, там не то, что так, там у процессоров, у интеловых, есть отдельные инструкции процессорные, которые позволяют более эффективно обрабатывать вычисления, связанные с AES. Ну, и не только с AES, на самом деле. Ну, то есть математика какая-то вшитая. Да, да. А, так, а вот коли мы про нагрузочное тестирование говорим, и вот появляется у вас, например, IPsec, да, соответственно, вам тоже надо будет заявить какие-то цифры. Ну, вот с моей колокольни тестирование IPsec, оно довольно-таки линейное. То есть, грубо говоря, можно померить нагрузку от 10 VPN клиентов, там, которые с каким-то одинаковым, какой-то одинаковой широтой канала поднялись. И дальше мы это просто там делаем x10, получаем, значит, нагрузку на 100 клиентов. Или там не такой линейный рост будет. Ох, я бы очень хотел, чтобы оно было так, но нет. Оно, может быть, иногда не совсем так, иногда совсем не так. Если мы меряем чисто сайт-то-сайт VPN, то там все довольно просто. То есть, здесь, она просто полная аналогия с традиционным L4 фаерволом. То есть, у тебя есть тупо сессии, у тебя есть тупо размеры пакетов, фигач. Сколько насчитаешь, то есть, там все тупо упирается в надежность, ну, в вычислительную мощность процессора. То есть, тупо сколько у тебя мегагерц, сколько событий, операций в секунду ты можешь на этом процессоре сделать. А когда у тебя подключается много клиентов, у тебя начинают, у тебя могут возникать приколы, связанные с памятью, что там может быть нелинейная нагрузка. Поэтому там должны быть специальные стенды, и, как правило, это чисто вендорские забавы, как эмулировать большое количество подключений, ну, удаленных подключений. Вот, там особо ничего не придумаешь. Если мы вернулись на грудь, ручного тестирования, Дмитрий, скажи, вы как интегратор, вы просто доверяете тому, что показывает любой вендор железа? Или перепроверяете как-то? Ну, именно, опять же, нагрузочное тестирование сами мы не проводим, но у нас есть некий опыт в том, как это все лучше сайзить, и как это все оценивать. То есть, ну, в первую очередь, как уже упоминалось в эфире, что там те цифры, которые предоставляет вендор, они все равно продемонстрированы на определенном типе трафика, и в организации, куда вы это покупаете, не факт, что будет такой же тип трафика. Поэтому, опять же, лучший вариант это взять железо и протестировать. Если нет такой возможности, то, ну, на самом деле, есть такая практика, и она есть много у кого, это просто взять те цифры, которые есть на сайте, и разделить их, там, условно, на два, на три, на четыре, там, и так далее. И это, ну, это вполне себе рабочий вариант и действенный, то есть, там, берем те цифры, которые показывает вендор, делим их, там, на два, на три, и вы получите, условно говоря, тот показатель, который у вас будет. Ну, и это, кстати, одна из причин, почему не стоит показывать маленькие цифры, потому что интеграторы в любом случае возьмут и эту цифру поделят на два, на три. Ну, это уже так понятно, что пятница вечера. у интеграторов тоже все-таки задача продать, то есть, ну, вряд ли же на три, на два хотя бы. Ну, нет, тут опять, тут какая цель, тут уже какая цель. А разве не для этого вендоры, там, сотрудничают с интеграторами, у интеграторов инженеры проходят сертификации, и вот, чтобы понимать, насколько все-таки делить на два или на три. А, это понятно, что это происходит, другое дело, что интеграторы бывают очень разные, и инженеры у них тоже бывают очень разные, вот, поэтому это вот, тут тоже очень, очень сложный вопрос, который как-то решается или не решается. Ну, то есть, в целом, по этой теме есть что сказать. Так скажи. Короче говоря, вот с моей точки зрения самым правильным было бы публикация полной методики тестирования, связанной с, ну, то есть, как мы это видим. Причем, это должна быть даже не наша публикация, а цепати, то есть, какая-то независимая контора берет и показывает, что вот, ребята, на таком-то трафе, на такой-то железке, вот с такими-то условиями мы получим такие-то результаты. И это, наверное, самый правильный способ оценить, если у вас нет там своей собственной Икси, вы не какой-нибудь, не знаю, Ростелеком. Это дорого, это долго, но это очень эффективно. Слушай, ну это вообще звучит как бизнес-план, то есть, взять такую, сделать компанию, купить себе Икси, получить некий, не знаю, не патент, что там, ну, в общем, право вешать какую-то свою там лейблу, протестировано, публикуешь методологию тестирования, и потом просто вот, ну, типа, как этот, как там, какой-нибудь ФСБ на въезде в страну все железки одобряет, а ты вот вешаешь на них производительность, возможно, даже в каких-то попугаях своих. Про попугая это отдельный вопрос, но в целом, да, в целом, звучит как план. А что ж его никто не реализовал-то? А потому что, нет, есть, например, Бизон, Биайзон, который умеет хорошо тестировать, но надо понимать, что это крайне капиталоемкая история, то есть тебе нужно, во-первых, купить Иксию, которая стоит, как я уже говорил, как два кыла от Боинга, а во-вторых, тебе необходимо нанять людей, их обучить, их удержать, вот, и, ну, продержаться до того момента, как тебя начнут кормить, хотя бы, чтобы ты в ноль вышел, потому что, еще раз, это очень капиталоемкая история. Поэтому это не такая, ну, не такая частая, часто используемая в России история. Короче, наших донатов не хватит, да? Ну, не знаю, смотря какие у вас донаты. Надо все-таки сходить, посмотреть, сколько это стоит, и если что, бизнес-план-то у нас есть. Да, нужно зайти просто в Роскомнадзор, поговорить с кем надо, и у тебя будет, знаешь, вот единый реестр там сертифицированных фейерволов, которые, это самое, которые, значит, православные, вот столько там такие-то пугайы дают и так далее. Подожди, это реестр в стэк называется. Не-не-не, здесь Саша имеет в виду именно то, что касается производительности, потому что реестр в стэк, он про сертифицированные средства защиты, а тут будут средства защиты с подтвержденной производительностью. Немножко другая история. Я вот про это и говорю, как бы, зачем какая икси, ты о чем? Вот просто та самая, бумажку, как бы, сделал нужную, от кого надо, и все, а как ты будешь мерить тут уже? Ну, здесь надо сказать, что когда мы приходим к такой попытке регулирования рынка, надо понимать, что там будет своя собственная методология и она будет ох как, ну, она может быть весьма специфической и, ну, даже если там какой-то вендор эту историю инициирует, он из этого будет страдать едва ли не сильнее, чем все остальные. Потому что, когда мы хотим, чтобы кто-то это сделал за нас, там сразу начинается куча очень интересных и зачастую не вполне, ну, короче говоря, куча очень больших сложностей. Как ты сейчас дипломатично сказал? Я стараюсь, но маркетолог все-таки. Слушай, так я правильно понимаю, что вот уже упомянутые попугаи, они вообще невозможны в принципе? Смотри, в целом история с попугаями, она интересная, и тот же Чекпоинт пытался в свое время ее сделать, то есть у Чекпоинта была задача, во-первых, ну, показать каким-то интегральным показателем, какая производительность у их железок, а во-вторых, показать, как эта производительность будет падать при включении дополнительных механизмов. Но они так и не расшарили методологию вычисления этих самых попугаев, и эта история потихоньку умерла, и сейчас даже Чекпоинт на нее забил. Но в целом история понятная, опять же, если там тысяча инженеров соберется и сможет договориться, то как бы не повторилась эта картинка с 14 одинаковыми стандартами, давайте сделаем один, который всех объединит. 15 новых стандартов. Вот так мы все и живем. Так, что там, Саша, были вопросы, которые мы не задали? А вот я как раз смотрю, и мне кажется, что мы как-то действительно так хорошо прошлись по плану, что вообще в принципе умудрились и все и обсудить, потому что, например, спрашивают, а чем IPS, IDS, чем являются IPS, IDS для NGFV? Неотъемлемой частью или просто опциональной функцией? Вот здесь надо сказать, что мы же периодически спрашиваем у рынка, ребят, какие вам функции нужны в Firewall? И у нас IPS, IDS занимает стабильное первое место. То есть, несмотря на то, что у меня очень сложное отношение к этому инструменту, потому что он требует очень больших знаний, потому что он по умолчанию очень сильно фалсит, он генерирует большое количество фалс-позитивов. Чтобы он нормально работал, тебе необходимы очень серьезные процессы тестирования обновлений. Ты очень хорошо должен знать свою инфраструктуру. Никто не придумал ничего умнее и эффективнее, чем IPS, IDS. Тупо-ступо смотреть трафик по сигнатурам. Самой большой у меня болью является потоковый антивирус, который я считаю, что не должен быть на Firewall вообще ни в каком виде. А рынок считает наоборот. То есть, у нас большинство пользователей говорит, мы хотим именно сигнатурный движок на Firewall. Несмотря на то, что он будет сильно снижать производительность и никого это не волнует. Я не знаю почему, я не знаю что с этим делать, но жизнь такая. Тут на самом деле, если говорить об антивирусе в Firewall, то опять же есть разные реализации. Например, даже по хэшам просто сверять. И это вполне себе нормальный метод, и он не так сильно загружает сам НГФВ. Там, соответственно, загружается база с сигнатурами, база с хэшами и просто проверяется. И там, условно говоря, второй вариант, это как, например, реализовано у Checkpoint, это глубокая проверка. Это очень мощный функционал у Checkpoint, то есть он действительно очень много что блокирует, сразу отрезает, не доводя до остальных модулей, например, даже песочница ничего не дойдет, но это очень сильно нагружает само железо, то есть прям в разы, и стоимость тоже будет гораздо больше, чем без антивируса, допустим. А если вот про IPS-ку, то что было до этого, то IPS-ка это безусловно неотъемлемая часть НГФВ, но она гораздо важнее, чем тот же потоковый антивирус, то есть антивирус-то он может стоять у вас и на хосте. Понятно, что если вы выполняете какие-либо требования, например, стандарта PCI DSS, где вам нужен и хостовый антивирус, и сетевой антивирус, то да, это будет полезно и опять же и с этой точки зрения. Но IPS-ка, она гораздо более важна для НГФВ. Опять же, там есть разные варианты ее использования, то даже как она используется, если как IDS, то есть только просто обнаруживать, то в таком случае она даже будет больше производительности тратить, чем IPS-ка, потому что IPS-ка, она просто что-то обнаружит плохое, она просто трафик заблокирует. А IDS-ка же, она просто будет дальше отправлять алярмы о том, что, ну, обнаруживают. Кстати, тут у нас телезритель Борис из Москвы спрашивает, а что у нас с DPDK или XDP или EPPF? Можно его отправить на один из предыдущих подкастов, 80 какой-то там, где мы рассказывали о нашем Firewall на DPDK. А он, кстати, взлетел, то есть это не, это прям пошло в рынок, и вот какая судьба в этой модели, потому что бывает так, что, знаешь, сначала все рассказывают, что мы придумали такую пипяку, такую пипяку, она, значит, такая вот, такая классная, а потом как бы вот не взлетает. Слушай, у нее сложная судьба, потому что она очень, ну, она прикольная, но как и любая новая прикольная штука, она требует очень много ресурсов для развития. И в итоге мы поняли, что если мы ее будем развивать вот так, как мы хотим, то мы, собственно, основной Firewall ядерный, который у нас более традиционный, вовремя не выпустим. А сейчас, например, мы не можем сказать, ребят, подождите, вот через полгода мы сделаем бомбу. Заказчикам нужно вот прямо сейчас всю эту штуку использовать. Поэтому эта вещь идет, она развивается, но она развивается намного медленнее, чем, скажем так, Main Trade, потому что есть очень много прикладных задач, которые надо решать прямо сейчас, и заказчики говорят, ребят, нам надо срочно, и у нас нет времени ждать. С одной стороны. С другой стороны, у нас есть адовая история про производительность, про высокопроизводительные Firewall, то есть те устройства, которые раньше мы считали высокопроизводительными, сейчас по факту чуть-чуть выше среднего. И это прямо видно по, ну скажем так, по запросам на те или иные устройства. И оказывается, что вот верхнего, то есть верхняя часть, то есть топ-модели, топ-перформанс-модели, у нас с ними все очень плохо. И как решать эту проблему, то есть у нас сейчас ответа нет. То есть мы сейчас прорабатываем разные варианты, в том числе развитие этой истории. Но к чему мы придем, будет понятно, ну я думаю, к концу года. Так, а если у вас сейчас много клиентов, там вы коробки отгружаете, не знаю, вагонами, то почему бы еще не нанять 100 разработчиков, которые доведут эту штуку дома? Потому что, чтобы нанять, во-первых, часть разработчиков уехала в Ереван, или не только в Ереван, а во-вторых, надо понимать, что это не такой ресурс, это не, то есть у тебя разработчики линейно, горизонтально, как в виртуалке, не масштабируются, как приложение на виртуалках не масштабируется. То есть тебе нужны очень серьезные люди с очень понятным бэкграундом, которых не скатил Яндекс. И которых запрыгал товарищ майор, да? Нет, которых запрыгал товарищ майор, это фиг бы с ним. А вот то, что вот таких людей как бы не очень на рынке много, то есть мы бы рады, но тут есть некоторое количество объективных сложностей. Но в целом, да, в целом мы сейчас нанимаем просто со страшной силой, потому что количество запросов сильно превышает возможности текущей команды. То есть там вопрос даже не столько в инженерах, точнее не столько в разработчиках, сколько в других смежных сегментах. То есть нужно же не только разработчиков нанимать, нужно нанимать много аналитиков. Эти аналитики должны понимать сетевые технологии, эти аналитики должны понимать безопасность. А у тебя должно быть такое же количество, ну, добавить тестировщиков, сделать автотест, сделать инфраструктуру, чтобы это все работало. Потому что если ты выкатываешь новую фишку в рынок, и она внезапно не работает, а ты по agile сейчас быстренько в следующем спринте это доделаешь, оно внезапно так не работает. И заказчики начинают сильно на эту тему выражать свое негодование. Потом это все необходимо правильным образом сертифицировать, потому что гайки-то подзакручиваются. Короче говоря, вот эта вот вся сложность, она балансирует то количество запросов и то количество новых проектов, с которыми столкнулись за последние полгода. Такой вопрос чуть-чуть в сторону. Раз уж вы делаете все такие православные сертифицированные железки, как в стек ФСБ и прочие уважаемые люди смотрят на то, что это делают люди из условного Еревана, а не сидящие где-то здесь под боком? Нет, вот смотри, еще раз, у нас все люди сидят в Москве, то есть у нас нет такого, что эти люди сидят где-то там. В этом плане у нас все довольно понятно. Я ждал другого вопроса, я думал, что ты спросишь, как в стек ФСБ смотрят на то, что все эти железки работают на багопротивном Интеле, а не на православном Эльбрусе с Байкалом. Вот это намного более частый вопрос, когда мы говорим, вот у нас есть российский фаервол, а народ такой усмехается, говорит, а процессоры тоже российские? Это, да, это проблема, потому что... Ну вы же наверняка пробовали что-то сделать. Не, ну мы пробовали что-то сделать. И... Ну и что, у нас нет, у нас есть сборки континента, которые работают на Байкале и на Эльбрусе, другое дело, что Байкалов и Эльбрусов нормальных нет, ну в России сейчас, потому что их нигде нет. Ну там вообще примерно-то хоть на что-то получается, ну по производительности сделать на Байкале и Эльбрусе, или там пока все плохо? Нет, на Байкале у нас была нормальная железка, она была примерно в середину, ну в середину нашего модельного ряда она нормально заходила. То есть у нас были эксперименты на арме, на большие, на армовых процессорах, на сравнительно высокопроизводительные железки делать. Но это еще раз, это были именно эксперименты, то есть оно в продакшн не пошло. Сейчас задача насытить рынок, что называется, тем, что есть прямо сейчас и параллельно думать, а что со всем этим делать в будущем. Там злые языки уронили аббревиатуру RISC-V, но этого RISC-V пока в глаза никто не видел, то есть того RISC-V, который в России будет производиться, и какие там будут процессоры, и какие там будут фишки для того, чтобы организовать там правильность и безопасность. Будем посмотреть. Любой подкаст, у нас пошло превращается в подкаст про континент, поэтому уже давай добьем эту тему. А что вы как сейчас поступаете в текущей ситуации с поставками железа, чипов? Как выкручиваете? Слушай, на самом деле оно продолжает ехать, просто немножко медленнее и немножко дороже. То есть условно, если сейчас из условного TSMC или из Тайваня в целом в Россию ничего поставить нельзя, но можно поставить в Дубай, из которого знаешь, как так бывает, что в Буркина-Фасо внезапно открывается какой-нибудь мега-тод, и туда внезапно необходимо отправить корабль с новыми серверами. И этот корабль внезапно не до Буркина-Фасо идет, а вот сбывает, берется, и 4 контейнера уезжают в неизвестном направлении, в этом бац, и у нас на складе появляется новая железка. Ну то есть здесь интелов производится так много, что это вполне себе рабочая история. Но при этом надо сказать, что есть вопросы, связанные с конкретными электронными компонентами, с процессорами, с оперативной памятью, с материнскими платами и так далее. А есть проблема с устройствами целиком, то есть это когда именно железка. И вот здесь мы поняли, что надо делать все, держать в своих руках, потому что поставки именно железок, они становятся менее прогнозируемы. То в Китае очередной локдаун, и они все перестают отвечать на почту, то производитель, с которым мы договорились, что он нам будет поставлять железо, занял принципиальную позицию, говорит, что нет, я этим товарищам ничего отгружать не буду, то говорят, что, ну сейчас я в целом говорю, не про кого конкретно, любые совпадения случайно, то говорят, что окей, мы вам привезем, но на эту железку есть пять претендентов, и мы отгрузим эту железку тем, кто даст большую цену, когда она приедет в Россию. мы поняли, что электронные компоненты закупать можно, но собирать их надо самостоятельно, поэтому мы именно собственное производство сейчас в первую очередь развиваем, то есть когда мы его разовьем, дальше мы будем уже эту историю все расширять. Ну корпуса-то хоть сами делаете, не из Китая везете. Ну вот сейчас да, ну из корпуса, и то есть у нас есть же такая штука, как реестр российской радиоэлектронной продукции, реестр радиоэлектронной продукции, и там есть вполне конкретные требования по локализации, то есть там должно быть какое-то количество отечественных компонентов, типа там... Там же проценты вроде бы какие-то адские. Там очень все сложно, там заморочено, даже две замороченные методики, по которым считается локализация. Я даже не буду сейчас вас этим грузить, в конце концов в пятницу вечер. Но фишка в том, что ее... Она не обходится, и она требует, чтобы с инстинкционной точки зрения мы владели всеми правами, мы использовали максимум российского, ну насколько это возможно, и мы это все дело используем, и там во всех этих реестрах есть. Отлично, отлично. Ну кстати, про чипы я помню, что ходила городская легенда, что товарищи из LTEX очень круто встряли, когда им чуть ли не на границе тормознули какую-то здоровенную партию чипов, как бы because of fuck you, и у них было очень грустно в этот момент. А мы попали ровно в ту же историю. Я не знаю, много ли из участников нашего подкаста знают про такую сущность, как соболь. В континенте он используется как хранилище ключей и генератор случайных чисел для криптографии. И идея в том, что вот именно фура с этими самыми чипами для соболей натурально встряла 24 августа на границе России. То есть они были... Фура стояла в очереди в Прибалтике. Вот. И да, и дальше fuck you the swipe, поэтому вы их не получите. Потом эти чипы были проданы с аукциона где-то в Германии. Мы, конечно, заказали уже окольными путями новую партию, но оно едет и ехать будет долго. Ну, то есть в Буркина-Фасо много чипов соболь вдруг стало. Вдруг понадобилось. А почему нет? Да, 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 да. Примерно так. Вот. Ну, плюс мы сейчас активно прорабатываем тему, что именно эти самые соболя надо делать в России. Слушай, ну, вообще что-то звучит как полностью что-то наше, такое, что можно на микроне или на ангстрене делать. Ну, с одной стороны да, с другой стороны российские процессоры это же самые большие процессоры в мире, поэтому на миниатюрные чипы они ставятся ну так. Не всегда хорошо, поэтому там это постепенный процесс. Понятно. Так, ну, предлагаю тут еще есть вопрос от слушателя. Собственно, видимо, вопрос из разряда «Если не жалко, то скажите, какая политика безопасности, количество правил, набор защитных механизмов активированы в тестах на производительность континентов и какие атаки вы подмешиваете в трафик?» Короче, расскажи про методику. Значит, там история следующая. Есть, ну, здесь я могу отправить, посмотреть на слайды, которые я делал на линк-метапе третьем, там как раз было про методику тестирования. То есть мы, четвертый континент, у нас есть две цифры, это фаервольная производительность и производительность в режиме UTM. В режиме UTM мы 20% трафика отправляем на IPS. На IPS включены, включен, по-моему, рекомендованный профиль и там включены также, включен также для всех правил application control, выключено журналирование и включена, ну, включена URL-фильтрация, по-моему. И задача, чтобы оно, во-первых, работало там в течение нескольких часов, чтобы оно не пропускало атаки и еще там что-то было, сейчас не скажу. Ну, я честно клянусь, что у нас будет публикация на эту тему, как мы это все делаем, потому что это прям проблема назревшая. А у вас, насколько я помню, даже на сайте написано, что методику можно получить по запросу. Да, методику можно получить по запросу, подписав NDA и так далее, но тут вопрос-то именно в том, чтобы открыто об этом сказать. Ну, я думаю, тогда в качестве финального аккорда, чтобы все окончательно решили, что нам заплатили, но это будет вопрос Дмитрию, чтобы Паша, как лицо аффилированное, не влезал. Вот, Дмитрий, скажи, пожалуйста, как бы ты оценил уровень поддержки континента, если сравнить его с Cisco Таком? Ну, вы хотели уйти от рекламы и вы, наоборот, пришли к рекламе, потому что мы официально... Официально. Нам даже занесли. Да, поэтому, ну, как, техническая поддержка у кода безопасности, она на хорошем уровне, то есть, в любом случае, даже если вы приобрели... Ну, вообще, начнем с того, что техническая поддержка, она может быть двух уровней. Это либо вендор ее вам оказывает, либо партнер оказывает. И в любом случае, неважно, там, допустим, через партнера вы идете или через вендора напрямую, а если получается какой-то сложный запрос, там, который, ну, не получается решить силами, там, опять же, например, ошибки кода или еще что-нибудь, то запрос идет в любом случае на вендора. И, ну, когда мы, допустим, обращаемся с какими-то запросами к вендору, не знаю, ребята довольно быстро отвечают и вполне все хорошо. А можно мне прокомментировать или нельзя? Потому что нет ни вопросов. Ну, попробуй, 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 похвали себе. Ну, потому что, потому что вот у нас в чатике есть два полярных мнения, на тему нашей техподдержки. То есть заказчики с высоким уровнем зрелости, купившие базовую техническую поддержку, адово бесятся от того, что их начинают спрашивать по чек-листу. Это вот это пресловутый reboot your device, дать нам вот эти данные, вот эти данные, вот эти данные, вот эти данные и так далее. И хотят, чтобы сразу, так сказать, человек пришел к делу, потому что, блин, я сетями занимаюсь 20 лет, блин, я это все уже сделал, я бы не обратился к вам, если бы у меня была какая-то фигня. А с другой стороны, заказчики поменьше говорят, что, блин, по сравнению с другими вендорами все классно и прям нам все очень нравится. И вот это мы видим по замерам удовлетворенности по итогам закрытых кейсов. В итоге вот такие вот очень полярные мнения и вот посередине почему-то никого нет. Я не знаю, с чем это связано. На самом деле, вопрос про техническую поддержку это вот один из основных вопросов, который должен стоять вообще при выборе Next Generation Firewall, да и любого решения в целом. Потому как, опять же, Firewall может быть лучшим, может быть там просто хорошим и так далее, но техническая поддержка там, допустим, не очень. Опять же, здесь отличный вариант это вот системный интегратор, который оказывает официально техническую поддержку. Тут есть определенные, да, свои минусы, свои плюсы, но вот опять же, как плюс, у нас, например, выделяется отдельный человек для определенного заказчика и, соответственно, не придется ему каждый раз рассказывать, а что у вас есть в сети, а пришлите мне то, пришлите мне это. Потому что этот человек, он будет знать вашу инфраструктуру и такие вопросы от него, наверное, уже не будут поступать. Ну что, и на этой прекрасной ноте, ну, Марат. Да, я предлагаю закругляться. Все темы покрыли, про континент рассказали. Ребята, спасибо большое, было очень интересно. Я, правда, на половину подкаста вывалился, но на оставшуюся половину вернулся, и это было интересно. Так, друзья, с нами были сегодня Павел Крастилев, руководитель отдела продвижения продуктов в коде безопасности, и Дмитрий Лебедев, инженер отдела интеграции Test Solutions. Спасибо вам большое, приходите еще. Всем пока. Всем пока. Всего доброго, коллеги. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова